Сейчас кратечко. Вообще, что вы тут делаете, не на пляже? Кратко же тебе расскажи. То вы вслышно с какого правила, только за что не стей на пляже? Правильно, зато вы не сгорите. Но вслышно с нямадой и сгорите, правило. Вы сейчас на пляже, а не сгорают. В какой-то сегае на пляже, то и сгорают. Поэтому мы жару переждём здесь. Зато вашей гиди тукштики причаками. Я, знаете, хотела поделиться с вами. А когда поделиться с вас? Я уже несколько воскресенья не могу вмыкнуться, но я думаю, что это важная информация. Няколко недели вечер искам нечто да кажа, и днешне го кажем. Мисля, че е важная информация. Потому что христианство – это постоянная трансформация нашего внутреннего человека. И если мы не меняемся, значит что-то не то. И ако не се промениме, значит нечто не е наред. И если не меняется наше пространство и окружение, значит не е нормальное. Да, можно следующий слайд? Я хотела бы поговорить о том, что в мире у нас четыре вида обмена есть. Это равноценный, неравноценный, частичный, криминальный и обмен с превышением. И обмена с повече отгоре. Да, с превышением. С превышавами. Это в мире. Твоего света. Немножко расскажу, что такое равноценный обмен. Малко, скажи, какое равноценное обмена? Это обмен, когда, например, ты приходишь какую-то услугу получить, ты заплатил. Твою обмен, например, ты получил услугу. Правильно, да? Ты получил, да, получишь некую услугу, ты платил, он построен на равноценном обмене. Телебизнес и построен точно на равноценном обмене. Я прихожу в магазин, мне нравится вещь, я ее покупаю, применяю ее, это равноценный обмен. Правильно, да? Правильно, да? Я пошел пообедать в ресторан, я рассчитываю, что меня обслужат за определенное количество времени, что я поем и заплачу определенные деньги. И еще платил определени пари. Правильно, да? Правильно, да? Это взаимоотношения на работе сотрудник-работодатель, да? То есть работник делает работа. Т.е. работник правит работу. Работодателяму платят пари за това. Правильно, да? Правильно, да? И этот баланс, он помогает поддерживать взаимоотношения на хорошем уровне с обеих сторон. Да, также это вот ниже можете, то же самое это в семье, то же самое это в дружбе, потому что не может быть дружба только в одни ворота. Мы когда вообще, когда финансово стали подниматься, у нас почему-то очень много друзей появилось, которых раньше не было. И когда бизнес стал подниматься, вдруг много кто захотел инвестировать в наш бизнес. Изведнаш много хора са поискали да инвестират в нашия бизнес. Знаете, нас так воспитывали на бывшем постсоветском пространстве. Така са ни воспитали в бившето постсоветско пространство. Брать, что плохо лежит. Да взимаш това, което лежи лошо. Да. Пойметь. Да го имаш. В бизнесе. В бизнесе. Обмануть кого-нибудь. Да, изложиш някого. И знаете, когда мы приходим в христианство вот с этим мышлением. И куда-то пристигаем его христианство со това мыслення. Это ненормально. Това не инормално. То есть Библия говорит о том, что нам нужно обновить наш ум. Библия оказывает, что не треба да обновим наш ум. Смотрите, в Галатах 6 глава, 6 стих. Пиши его в Галатии. 6 глава. 6-7 стих. 6-7 стих. Вот интересно. Наставляемый словом. Делись всяким добром с наставляющим. Баланс. Согласны? Баланс. Согласны ли ты? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Баланс. 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 Аминь. Равноценный обмен. Поняли, что такое? Равноценный обмен на распространение какое? Ну, то есть в жизни у нас должен быть. Если мы с мужем, да, если муж у меня работает, а я лежу на кровати, наслаждаюсь, там только хожу, делаю маникюр, там, спа. И все, он приходит, а где обед? Я говорю, ой, извини, слушай, у меня столько дел, да, мне так нужно себя поддерживать. Ты даже не представляешь, как сложно быть красивой женой. Както и в семейството, ако, примерно, мъже работи, вие сте в къщи, жената прави маникюр и всички станели неща, после той пристига, пита, къде обяда, а тя казва, извинявай, аз не успях, имах много неща, да правя? Это неравноценный обмен. Нет, это неравноценный. И знаете, когда муж говорит, ой, ты такая, ты у меня такая замечательная. Куда там уже казва, много си красиво, много си хубово. А жена только критикует, это равноценный обмен. А жена-то саму критикует. Это неравноценный обмен. И у вас, что неравноценный обмен. Хорошо, поехали дальше. Что такое частичный обмен? Это не то, что вы ожидали, а ждали. Оставляет ощущение, что вам не додали. Я на днях поехала в Икеа, у меня было мало времени, я не успела пообедать. Я думаю, пробегу сейчас, возьму там то-то, то-то. Нямах много времени, не ушах да хабна, близам, бързичко влизам, всичко взимам. И думаю, сейчас быстренько покушаю. И сега мисля, и бързичко си накупих всичко, и сега смисля, че бързичко стиха хабна. И те казаха, че бързо са само сандвичите. А если семга, как вы хотите, нужно подождать 10 минут. Ну, думаю, ну хорошо, 10 минут ничего, пойду пока проплачу, сделаю дела. Возвращаюсь через 10 минут. Жду еще 5 минут. Говорю, а где моя семга? И казахам, къде семга тами? Ну, смотрю, что-то на лицах у них не то. Глядам, че с лицата им нещо не е наред. Молчат. Я жду еще 5 минут. А чека можете 5 минут? А где семга моя? А къде семга тами? Они говорят, через 8 минут будет, мы забыли пустить. Те казаха, след 8 минут, ищите бъде, аз забравих да... Не забравих да я направим. А свечи започем да се сарди от ватри. Ну, понимаете меня, да? Разбирате минули? Я же деньги заплатила, чтобы была семга через 10 минут. А знали платить парите, да имам семга след 10 минут. В общем, семга была через полчаса. Семга была след половин час. Настроение у меня было просто никакое. Настроение не мог никакого настроения. По мне было видно, что я недовольна. И все вижды, сейчас не сам доволна. И мне бонусом, тот, который у меня принимал, он вообще смылся. И тоже человек, кое-то приемащий ему это порочка, то и исчезнал. А другой извинительно мне две печеньки сунул, простите нас. А друг, если с извинением мне дал две бисквитки, извините. Я взяла, конечно, но понимаю, что это неравноценный обмен. И разбирам, что это неравноценная обмена. 10 минут, которые я потеряла. 20 минут, и кое-то я изгубила по цене за меня. Следующее, это криминальный обмен. Следующее, это криминальный обмен. Это когда забирают и взамен ничего не дают. Твое, куда-то взимат и взамен ничего не дават. Да, ну это уже, в принципе, за это сажают, да? Да, за два сего в затвора. Да, ну я хочу сказать, что, кстати, вот в христианстве это очень часто присутствует. Да, ну представьте, пришел человек в церковь. Разбирайте ли, что человека пристигнуло в церковь, да? Ну особенно с обновленным мышлением. Особенно, когда ты не с обновленным мышлением. Да тут вообще классно. И мысли, о, то тут и хубаву. Тебя окружают любовью. Тушат даже вот пирожки. Дават си да хапваш. И сидит такой царь. И стои като царь. Но это криминальный обмен, если человек не возрастает. Я хочу сказать, что взрослые, которые застаревают в детстве. Я с искам да кажа, че големи хора, които се държат като деца. И не отдают, а только берут, берут, берут. И не дават нищо от себе си, а само взимат, взимат, взимат. Они вот попадают в криминальный обмен. Те попадат в криминално обмен. И не они, те, с кем они имеют общение. То есть это позиция мне все, остальным ничего. То есть твоя позиция замен всичку, за другим ничто. Ну понятно, баланс нарушен. Да, разбирайте, баланс нарушен. И следующий слайд, это обмен с превышением. Да, я хочу сказать, что это вообще христианский принцип. Искам да кажете, това е христианский принцип. Человек получает немножко больше, чем ожидал. Человек получава малко повече, от колокто е в очаквал. Вот я когда в Корею приехала первый раз. А с когато пристигнах в Корея за первый год? Ну я знала, что корейская косметика очень хорошая. А си знаех, че корейская косметика ешно с такова. И конечно я пошла в магазин, чтобы купить себе корейскую косметику. Я сочидах в магазин, а с да си купя корейская косметика. И девушка, которая меня сопровождала. И жена, которая меня сопровождала, она говорит, купи целый сет. И тя казва, возьми целый сет. Она говорит, здесь вот эта фишка вся в этом. Я говорю, ну хорошо, я беру этот сет. И мне в подарок дарят такой же сет, только маленький. И за подарок мне дават същия набор, само че помалок. Классно, это же удобно, в самолет можно там когда-то едешь, куда-то, вастрел, дыхать. Ну у меня настроение сразу улучшилось, я говорю, а что у вас еще есть? И мне объясняют, что вообще вот в Корее, в Южной Корее, ну вообще в Корее раньше. И мне объясняют, что в Корее приди, когда в Южной Корее, и покупаешь мешок риса, и тебе сверху еще дают пригоршню риса. Мне как-то сказали, как это называется, я забыла. И знаете ли, бизнес, который строится на таком принципе, он будет успешен. Потому что я когда даю что-то, сделка у меня, да, какая-то. Я сделаю еще что-то, чтобы человеку было приятно. И в жизни это так постоянно. Особенно христианство. Знаете, у меня мы квартиру сдаем. И мне квартиранты звонят и говорят, мы переезжаем. И квартирантите мне звонят и говорят, не си измействами, а и намерение другом ясно. А твой край на юний месяц. Я говорю, не, вообще я рада за вас, но вы знаете, что по договору у нас вы должны за месяц меня предупредить, чтобы я нашла других квартирантов. И аз им казвам, аз много се радам за вас, обаче по договору вы трябваше да ме предупредите месец предварительно, че да си намеря квартиранты. Июль, ну то есть самая-самая дача. То есть как бы я могу заработать на их хубав. Ну это вообще подстава. Ну ладно, хорошо. И това за мен не загуба. Я их благословила. Я сгиб благослових. Ну и одна неделя нет квартирантов. Одна седмица няма квартиранти. Вторая. Ну я начинаю нервничать. Започвам да се тревожим малко. Потом говорю, Господь, я тебе доверяю. И после казвам, Господь, аз ти доверяю. Не буду бежать впереди себя. Аз ти бервами няма да бягам пред теб. Прихожу в квартиру. Пристигам в квартирата. А у меня там и приходит. Поменяй вот эту мебель, вот эту пока нет квартирантов. И получавам, че трябва да сменя тази мебел и тази, докато няма квартиранти въжди. Еду в Икею. Отивам в Икея. Где меня накормили с частичным обменом. Където са ми нахранили с частично обменна. Быстренько покупаю все. На бързичко купувам всичко. В этот же вечер звонок. Същата вечер имам обаждане. Есть квартиранти, очень хороший вариант. Има квартиранти, много добрый вариант за два месеца. Понимаете, да? Когда я отдам что-то больше от себя. Разбирате ли, че когато давам повече от себе си. Тогда идет возврат. Тогава получаваш возврат. Ти се връща това. Да. Смотрите, обмен с превышением может быть только в том случае, если присутствует полный обмен. Погляднете, че обмена с превышаване може да има само тогава, когато има полна обмена. И я еще хочу рассказать, что мы, христиане, они призваны все делать. И вовсе в отношительском докажете, не христианцы сми призвала. С обменом. Вот именно с этим обменом. Призывание доправим всичку со с обмена с превышаване. Да. Еще одно местописание. Давайте я вам прочитаю. Можете одно место. Это деяние, 20 глава. То вас, деяние, 20? 20 глава. 20 глава. С тридцатого по тридцать первый стих. От тридцати до тридцати пяти стих. Да, это, если я не ошибаюсь, это Павел, да, говорит. А кон яграчет, у вас указывает Павел. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нужным моим и нужным бывших при мне послужили руки мои сии. То есть руками он работал. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Аминь. Это христианский постулат. Блажение давать, нежели принимать. Поблажение додавать человеку от кого-то до приема. Аминь. Это не значит, что мы сейчас пойдем в бизнесе, будем все раздавать. Делать какие-то бесплатные. Но если я делаю, я отдам от себя все максимально, чтобы человек это получил. Знаете, когда ко мне приходят квартиранты, я всем говорю, мы верующие. Квартира промоленная. Будете получать исцеление. Душевное исцеление. Физическое исцеление. Но оно так и есть, реально. Все квартиранты получают исцеление. Но если я скажу, мы христиане, у нас такая благословенная квартира. А извините, там срач. То скажу, знаете, извините, приведите в порядок сначала квартиру свою. Малко, почистайте квартирата перво. А потом уже помолитесь за нее. А после се молите за нее. Все уже занято, занято. Потом поговорим. Знаете, я бы хотела, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. Азбехискала всякий день от нас да си зададай вопрос. В семейном отношении. В семейных отношениях. В дружеских отношениях. В приятелских отношениях. На работе. На работа. Ну вот сейчас мы в церкви находимся. Поэтому вопрос такой. Ну, не обязательно там выкрикивать, да. Какой вид обмена со стороны церкви по отношению к вам? Кой вид обмена от страны-то на церкви-то к вам? Я хожу в церковь. А сходи в церкви-то? Вы знаете, вот Олег Григорьевич в прошлое воскресенье свидетельство сказал. Минута седьмеца Олег Григорьевича свидетельство, что в Турции в городе Алания Мама пастыря, она была, ну помните, да? Ей поставили онкологию, и врачи отказались. С онкологичного заболевания, и лекарь-то все отказали от Ерикова. И вся церковь начала молиться. И целая церковь започнала до симоли. И хирург получает сон во сне, как сделать операцию. И хирург получала сон, когда направили операцию. И соглашается. И си согласяла. Представляете, она получает исцеление. И Олег Григорьевич сказал, какая сила, когда вся церковь молится. Знаете, я получила обличение. Потому что, ну, иногда ною, устала там. За что-то аз понякога с ее плаквам, изморихся. И такая нататка. Но понимаете, какая сила. Мы даже не можем до конца этого осознать. Но не даже до края не можем, да я осознаем тази сила. И еще одно место. И еще одно место, что вы прочитаете. Все равно жара на улицу даже выходить нельзя. Оберегаем вас. Пазим ви. Первая Коринфина. Очергите. Первая Коринфина. Первую Коринфину. 14, 26. 14 глава, 26 стих. Там есть уже, да, на болгарском. Да. Хорошо. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. К назиданию каждого. К назиданию. Да. У каждого есть что-то. Всякий имя нечто. Каждый есть что-то, чтобы поделиться. Всякий имя нечто, какое-то можете поделить. В церкви должен быть обмен. В церкви требуется обмен. С превышением. С превышением. С превышением. Следующий вопрос. Другий вопрос. Задайте его тоже относительно семьи, относительно дружбы, относительно работы. Задайте си го в отношение на семейството, работа, приятельство. Какой вид обмена с вашей стороны по отношению к поместной церкви? Кой вид обмена имате по отношение на поместная церковь? Можете не кричать. Можете не викате. Подговорите в себе си. Да. И давайте еще одно место писание. И още одно место да прочетем от писанието. Которое говорит об этом. Което казва за същото. Первая Петра. Първо Петър. Четвёрта глава. Четвёрта глава. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую даёт Бог, дабы во всём прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава вовеки. Аминь. Аминь. Вы видите? Виждатель. Насколько Бог вообще верит в каждого из вас. Колко Бог верва в всеки един от вас. Можем приносить каждый плод. Че всеки може да носи плод. Вы знаете, есть пятый вид обмена. Знаете ли, че има и пяти вид обмена? В мире его нет. В света го няма. Зато уже улыбается. Догадывайтесь, какой пяти вид обмена. Досрещате ли се, кой е пяти вид обмена? А? Пяти вид обмена. Не ожидача. А? Это обмен на кресте. Това е обмена на кресте. Это невероятная Божья любовь. Невероятна Божья любовь. Вся книга Исаия говорит об этом. Целата книга Исаия говорит за то, что Иисус на кресте. Че Иисус на кресте. Он взял. То е взял. Все наши немощи. Всички наши немощи. Все наши болезни. Наши болести. Грехи. Грехове. Все наши вот мелкие какие-то обиды. Всички наши малкие обиды. Непрощения. Непрощавания. Все какие-то наши недоделки. Некакви крещицы. Все он взял на крест. И сегодня мы приходим, когда имеем что-то, когда нас обидел кто-то, или несправедливость в мире. Мы приходим ко кресту, а на кресте все там. Там уже обмен. Понимаете? Там уже за все заплачено. И мы берем это все. И не всичко того взимами. И отдаем Иисусу. И отдавами на Иисус Христос. Потому что Он уже все взял. Произошел обмен. Обмена та и сваршила. Обмен. Понимаете? Обмена разбиратели ли? Если мы не здоровы, мы приходим ко кресту и говорим Иисус. Ако сме болни, уделами прекрасно и говорим Иисус. И мы получаем исцеление. И получаем исцелявание. Мы получаем обновление в силах. Получаем обновление в силах. Мы имеем в Иисусе Христе все. Имами в Иисус Христос все. Этого обмена люди в мире не имеют. Это привилегия. Скажи, это моя привилегия. И мы часто вообще не понимаем, что мы имеем во Христе Иисусе. И честно не разбираем, как вы имеем в Иисус Христос. Потому что мышление наше поиметь за что-то наше мысленное не обновленное. Тащим его с мира. Тащим его с Авдепи. Что я могу поиметь с этого человека, какого могла получать тот же человек от друга. с богатого человека, с дружбы, с пастора, с богатого человека. А Иисус говорит, ты можешь давать. Ты можешь давать с превышения. Продал мешок риса. Возьми пригоршню. И еще дай. Как Иисус говорит, ударили тебя по правой щеке. Как то Иисус сказал, ударилися по дясну... Щеку, да? Щеку, щеку. Буза? А, когато вы ударили по дяснуто буза, поставили лявата. Я хочу призвать, дорогие, давайте мы не будем только принимающей стороной, да? Давайте мы будем и отдавающей стороной. Помоля, не дасме, не саму приемаштата сторона, но и давашта. Аминь. Аминь. Кто умеет резать арбузы, пожалуйста, там два арбуза. Какой-то может резать денежки за обувяда на кухне-то. Не ждем, кто меня обслужит, да? Впереди должны. Кто хочет это? Я. Кто хочет? Я хочу послужить. Я хочу получить благословение, потому что Иисус на Христе Он совершил совершенный обмен. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Я очень хочу, чтобы реально Дух Святой Он двигался в нас. Я очень хочу, чтобы Дух Святой менял нас. Давайте склоним наши головы, дорогой Господь, Ты сказал, что мы письмо, читаемое и узнаваемое. Сказал, сейчас мы читаем письмо и разбираем. Я прошу Тебя, Духом Святым, просто работай в наших сердцах. Дай нам не быть только принимающими. Дай, не да не смей приема, что это страна. Научи нас быть дающими. Научи, не да будем давать, что это страна. Дай нам радоваться за людей, которые получают от нас. Дай нам да се радуем за хората, которые получают от нас. Мы когда-то, когда приехали, делали квартиру в ремонт, в квартире ремонт, я сказала, когато сме пристигнали веднъж и правихме в квартира ремонт, я сказала, Господи, сделай так, чтобы люди, которые приходили в наш дом, чтобы им было хорошо. Если Ты что-то делаешь, делай так, чтобы людям было хорошо в нас, благослови нас в этом. Пусть, Господи, Твоя благодать, она меняет нас. Благодать дана не для того, чтобы нам только получать от Господа. Благодать нам дана для того, чтобы мы могли совершать дела, которые Господь хочет делать через нас. Да выршим дела, които Господь иска да върши через нас. Благослови и дай нам видеть плоды на этой неделе. Во имя Иисуса Христа, Господь наш. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу.